Продолжение следует... Бывает, где открывалка-то... То есть, я так понимаю, что судя по всему, что на ночь можно здесь запираться, получается, чтобы вот эти бобры на тебя не напали, или кто они там, вот эти крысы. Странно, что собака их не жрет, это же мяса вроде нет. На карте появилась какая-то туалетная будка, что ли? Такие обозначения тоже. Вот это трактор едет по полю, это я сейчас про радар на миникарте, тут ракета какая-то... Ага, Red Rocket, ракета, понятно. А это, видимо, город, да? Там что-то на заднем фоне скрещено и какая-то дверь сверху. Ну да, это город, потому что я пришел в город. Даже не знаю, стоит ли стучаться в эту дверь, обалдеть. Такое чувство, что ходишь по Чернобылю. О, тайник с крышками, нифига себе. О, квантовая ядеркола. Давно я ядерколы не бахал в этой игре. Помню, как сейчас, помню, эту миссию с крышками, звездами для ядерколы. Тот еще разводняк, как и все акции. О, нифига. Очки сварщика, бандана. Это можно все одевать, я так полагаю, да? Шпилька. Ну, шпилька это то, что позволяет осуществлять взлом. Коробка со шпильками. Опять красная бандана. Тут, походу, банда ниггеров кантовалась. Винт, бафут, нарколыги, 100%. Ага, вот спать можно на немножко обоссанном матрасе. А кресло домой к себе можно утащить? А то, чтобы его там не делать, просто перетащи и все. Так, предмет, одежда, красная бандана. Да, смотрите-ка, можно очки сварщика. Ну-ка, дай-ка мы посмотрим на мой... Кто тут самый модный? Это мой. Это как там в песне было? Сука, не помню. Ну все, теперь смотрите, встретят за бандита, примут, убьют сразу нахрен. О, конкорд, обнаружено. Самолет? Левый город в честь самолета назвали. Да, но в каждый дом заходить тут не светит, потому что закрыто. О, нифига, смотрите, мягкие сидения на остановке. А, это показалось, они не мягкие, они покрашены. Знаете, что удивительно? То, что в Америке остановка пережила конец света. У нас стеклянная остановка в городе не может пережить выходные. Хе-хе-хе. Что тут есть? Кофейник. Я даже не знаю, стоит ли собирать всякое барахло, потому что то, что раньше в этих играх было ненужным, теперь используется для крафта. Мотоцикл с турбонаддувом, нифига. Стильный байк. А вот машинка тесновата, я бы сказал, что это для безногих людей, посмотрите, там уже ноги вообще некуда поставить. А на какую кнопку убрать оружие? Автоход есть. Я слышу звуки стрельбы причем. Возможно, кому-то нужна помощь. Вперед, Рекс! Спасем эту деревню. Наверное, святого отца за банда плохих... О! Рейдер. А там кто? А там наши, наверное. Ну и что, добыковался, ёпта, батя пришел, все уладил. Крышка, патроны, гладкоствольный автомат, пистолет, рейдерская броня для правой ноги. Панталоны, но это можешь себе оставить твой голожопый труп, никому не интересен. Гладкоствольный автомат, пистолет у меня уже есть, спасибо, не надо. Оставь себе. Тут еще и на каждую ногу отдельная броня теперь. Вон, еще один, еще один, Рекс. А это баба? Проявим милосердие. Скормим ее собаки. Она косплеила пугало. Слушайте, а почему здесь нету этого режима слоу-моушен стрельбы? Кожаная броня правой ноги. Холощевый капюшон. Одежда себе оставь. Я не собираюсь быть тут барахольщиком и собирать всякий кал. Эй! Рекс, уберите мешки, я застрял. Что происходит? Помню, как еще в сталкера играли. Ну, убиваешь бандитов, заберешь у всех автоматы, тащишь их продавать. Ёпта, как будто деньги нужны, пипец как. О, отвертка. У меня уже есть, спасибо, не надо. Эй, здесь, на балконе. У меня есть группа садовцев внутри. Ковбой. Ковбой. Время на исходе? А, выполнено. Черт, я уж хотел торопиться начать. Не спеша надо походить, полутать, посмотреть. Бля, собака, можешь где-нибудь там топтаться уже? Бесит ее эти звуки когтей по полу. На 15 лет таких не слышал. Предохранитель. Сколько он весит, как вы думаете? Пердохранители. А, они маленькие. Ну, предохранители надо взять, они, я думаю, что пригодятся для крафта по-любому, для какой-нибудь электроники. Ага, R подержал, а оружие убрал. Ага, понятно. Вспомнил, вспомнил. Простите, дама. О, опять тайник. Психа, баф. Вот это, походу, вот это, когда коробка вся в кровище, это наркоманская нычка. И больше тут нихрена нету. Отстой какой, ладно, пойдем. О, нифига, смотрите, самолет приземлился. Я все хочу на правую кнопку экранчик хоть немножко приближать, но он, нифига, тут такого нет. Наверное, надо бинокль найти для этого. О, тут еще кто-то. Это ковбой, что ли, упал? Да ладно, что случилось? Короткий лазерный мушкет. Слушайте, немного тут пушек для начала игры выпадает. Выпадает ядерная батарея, тряпки с капюшоном. Да, его одежде не польстили, это действительно тряпки. Так, а что насчет брони для правой ноги? Черный жилет скалы. Слакса, ептать. Сопротивляемость урона, ноль. Тогда выброси его нахрен. Ну, что за броня для правой ноги? Как камеру отдалить? Можно вообще? Можно. Да, но я бы не сказал, что это кожаная броня для правой ноги. Ну что ж, наша правая нога в безопасности, это уже радует. Хоть что-то. А теперь можно экран как-то обратно вернуть? Так, лампу не золотать. Музей свободы. Вау, загрузка, помещение. Мне казалось, 2015 год на дворе. Эра открытого мира. Везде, где не Бэтмен. Чё он там делает? А, это плохие пацаны. Рекс. Знаете, всех овчарок зовут Рекс. Если бы можно было вводить имя, я бы собаку Рексом здесь не назвал, конечно. Ладно, мы экскурсию потом посмотрим. Там чувака убивает. Бля, ну как так? Какой ложевый это был выстрел. Ладно, потом залутаем. Чувака сейчас завалит же нахрен на туре. Мастерская стрельба. Я ему даже руку отстрелил. Кожаная куртка, гладкоствольный автомат, пистолет, панталоны. Ну что, всё? Вопрос улажен. Конфликт исчерпан. Надо полагать. Патрон калибра РАД-Х. Выстиранное красное платье. Даже не знаю. Выстиранное. Ну раз выстиранное. Не, ну а чё? Я считаю, что к моей красной бандане это очень подходит. Вам так не кажется? Слушай, как тут вид обратно? Вот он на этот вид переключается, а обратно его хер переключишь уже. Пачка сигарет. Пластиковая миска. Пачка сигарет. Настольный вентилятор. Щётка для волос. Капец. Они не задолбались этот лут раскладывать. Позолоченная зажигалка. Вот это круто. Прекс, прекрати играть с куклами. Где я-то сидел там? А, он там в окне торчит. О, какая картина тут, смотрите, маслом просто. Ботик Петра Первого топит. Так, а вот этот я обыскал. Бафут. Смоля... Смоля... Смоляника. Не знаю, что такое смоляника. Я думал, смолянка, водка типа какая-нибудь. Блин. Что ж ты на месте-то не стоишь, а? У меня патроны, знаешь, не вечные. Кий. Кожаная броня для левой ноги у меня уже есть. О! Короткий двуствольный дробовик. Рейдерская броня для правой... О! Для правой руки. Холщовый капюшон с трубками плюс. Как я понимаю, холщовый капюшон с трубками плюс... Плюс это значит усиленное, да? Блин, для правой ноги. Правой руки для правой ноги. А-а-а! Я понял, в чём дело. Здесь на... Только на... Сверху, короче, на особую броню можно... Или как-то. То есть я одел платье, у меня снялась броня с правой ноги почему-то. Я не знаю почему. Видимо, всю одежду надо менять каждый раз. Кий. Выбросить нахер он нужен. Привет, бандиты. Большие города. Обрез жену. Вы получили новый уровень. О, подожди. А, я вспомнил, как фонарь пип-боя включать. Господи. Радость какая. Инфо. Статистика. О, статистика. И они не идут никуда. У нас есть другая вещь, что делать. Обучи... А ещё не обучили прокачки, поэтому не может быть. Ага. Ага. О, блядь. Он для дробовика, стимулятор короткий. Что-то вы не взволнованы этой перестрелкой. О, собака хозяйку нашла. Чёрт, это собака-поводырь. Ты у меня в долгу. Минитмены. Я тут мимоходом. Приятно помочь. Ой, ёпт, твою мать. Что это у меня на голове? Какие что-то проблемы. Какие проблемы могут быть у человека с такой пушкой? Свои собственные проблемы. Пожалуйста, идите. Один месяц назад было двадцать из нас. Вчера было восемь. А теперь мы пять. Чувак, ты так шапку, шляпу для понта загнал? Гулы? Что это гулы? Вау. Ты действительно не из-за здесь, да? Гулы-то такие местные зомби. Мы, чтобы это, не баянить, придумали своих живых трупов. Слушайте, я чё думаю? Я думаю, что если я буду читать диалоги вслух, я смогу их проматывать. Потому что, ну, они очень медленно говорят. Прекрасно. А, или я все диалоги проматываю. На крыше есть разбившийся винтокрыл. Старый, довоенный. Его видно с улицы. Так вот, один из пассажиров оставил после себя серьезную штукенцию. Полный комплект силовой брони Т-45. Армейский экземпляр. Как название танка, блин, Т-45? Силовая броня? Не поможет. Мне нравится. Ни хера себе. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, я так и думал, что тебе понравится. Защита плюс прибавка к огневой мощи. В этом костюме ты сможешь оторвать от винтокрыла миниган. И тогда этим рейдерам прямая дорога в ад. Как тебе идея? Слышишь, Элвис, а чё ты сам не одел эту броню, не оторвал миниган и не устроил этим Элвисом 5 июля? Или как там? Миниган. Блядь, не надо тупить, что ты не знаешь, что такое миниган. Ему там лет 300 уже. Может сработать. Хорошая мысль. Броню-то хоть потом не отберут. А, а теперь мы переходим к плохим новостям, да? Что тебе нужно, так это универсальный ядерный блок довоянного производства. Высокоёмкий ядерный аккумулятор. Использовался армией и некоторыми компаниями. Давно, ещё в те времена. И мы как раз знаем, где такой найти. А вот этому чуваку не надо было субтитров дать? Ещё раз? Притвориться тупым. Не может быть слишком тяжелым. Я увидел, что я могу сделать. Ну, всё, всё. Что тебе нужно, так это универсальный ядерный блок довоянного производства. Высоко ядерный. Я это слышал уже, болван. Нахрен ты мне одно и то же, блин, катаешь. Матушка Мёрфи. Я слежу за тобой зло. Поиграем в Эша и зловещих мертвецов, а то у тебя глаза как раз у... Как у этого? У мертвеца. О, пупс восприятие. Еее. Еее. Так, я чё-то не понял. Так мой... Т2 уровень стимулятор. Уровень 2. А, на Т прокачать, да? То есть... Чё это такое, блядь? А-а-а! Они переделали прокачку. Раньше просто плюсики прибавляло, теперь... Капсдец какой-то. Ну, я прокачал её? Ну, подтвердить. Ага, по одному теперь. Хорошо. Выносилось подтвердить. Сила. Кончилось. Всё. Да. Я манал. Почему нельзя было оставить классику? Стояка грузовиков, красная ракета, карта. Нашлась радио, можно покрутить. Эй, как и по-моему, Боб Козби? Ой, в жопу. Я радио единственное, когда слушал, это когда там вещал этот... Тридогнай ты, то, когда на русском всё было. Без русского языка радио слушать тут нехрен. То я там не музыку тут слушал, а слушал... Э-э-э... Репортажи о себе любимом. Какого чёрта? Выключи его нахрен. О, музычка неплохая, кстати. Чайковский, наверное. Хе-э-э... А, это выход. А, ну да, квинтокрыл уже идём. А, мне надо оторвать с квинтокрыла миниган. Для того, чтобы оторвать миниган, мне нужно надеть броню железного дровосека. Для того, чтобы надеть, надо найти батарейки. Вот он заржавел. Слушайте, какой яркий пип-бой здесь сделали. То есть, получается, в начале игры здесь можно уже надеть броню. Сука, силовую. Я, помнится, в третьей части, когда нашёл первую силовую броню, а для этого мне пришлось вытряхнуть из этой брони чувака из... Как там называлось? Братство Стали. Там с кем воевало? С этим... Пантеон, блин, или что-то такое. Вот, я убил этого... Чё это у меня торчит справа? На экране. Я убил этого чувака в чёрной... Чёрной этой броне. И не смог её одеть. Потому что у меня не хватало там то ли силы, то ли ещё говна какого-то. Ой, взлом компьютеров. Мне тоже всегда так нравился. Я себя таким хакером чувствовал. Надо какие-то слова находить было. Требуется пароль. Если вы выбрали неверный пароль, на экране это происходит количество букв, совпадающих с правильным паролем. Отлично. Так бы у банковских карт было. Трейд. Сходство ноль. Офигенно. Дуинг. Значит, бейинг. Ес. Да! Круто. Только, по-моему, дверь и так была открыта. Раздобыть ядерный блок. А, это... Это вон здесь и есть ядерный блок? Тут и ну-то. Я думал, куда-то и пойти придётся. Вставить ядерный блок в силовую броню. Угу. Потрясающе. Мне всегда казалось, что в РПГ главное это начинать с малого, чтобы тебе сначала дали какую-нибудь дубинку, какую-нибудь куртку порванную. И ты начал там бороться за свою жизнь в этом шматье. А тут... Чувак, здорово! Ты 180 лет был заморожен. Вот тебе силовая броня, миниган. Пойди убей этих ублюдков. А на обратном пути можешь ещё... Можешь ещё Казань взять, не знаю. Захватить. Быстрого пути наверх нету, я так понимаю. Единственное, что оружие может поломаться, поэтому запасной дробовик можно было бы и взять. Зюнь-лон! Кидается, наверное. Ускоренную загрузку в Сильвупле. Нифт. А журналы на что? На время что-то повышали, да? О! Изолента. Передохранитель. Голозапись Майкла Дейси. Послушаем сразу. Личный денег. Стаб-сержант армии США. В субботу, 23 октября. По пути Уэст... Да похуй, ну. Войти, смотрите, в неё войти можно. Взять всё. А. Вот это силовая броня, я понимаю. Не то, что раньше что-нибудь одно оденешь. О-о-о! Интерфейс шлема. У меня правая нога подбита. Да это просто терминатор. А прицел-то где? Шо суки, не ждали рваны, а? Да прольётся с неба божий гнев. Патрон только, жаль, не вечный. А я могу отсюда просто спрыгнуть? Подожди, граната. Пустая маслёнка. Изолентый скипидар. Так, если я сохранюсь и спикирую вниз, может быть, в этой супер-броне с высоты прыгать можно? Просто мне лень спускаться, а издалека стрелять отстойно. А-а-а, бля, нормально. Хрящ. Спокуха, хрящ. Да. Зовите меня посланец смерти, суки. Где тут ещё? О, чувак, ты смог летать? Рука, мать твою! Рекс там себе котлеты добывает, походу. О, там тоже робот пришёл, судя по звукам, нехеровый. О, ёп твою мать! Диплодок! Сколько это смерти? Собака, отойди от него нахрен! У-у-у! Сука! Ты чё, говно ссаная? О, мать твою за ногу! Кто-нибудь, дайте ему пиздюлей! Как сюда эта тварь пришла? Наверное, на запах крови. Да, она мне ещё одну руку отхерачила. Он песком в глаза пытается ударить. О! Дико трахни пару рейдеров. Чем помочь? Стимулятор собака, сволочь ты! Неоправданный расход стимуляторов. Собака, я так понимаю, в этой игре обязательный спутник, да? Ну что, кому пихнуть в задницу раскалённый ствол? Сука, вообще-то насчёт когтя смерти уговора не было. Мясо. Лапа. Из лапы когтя смерти делался нехреновый... О, для левой ноги. Нехреновое оружие делалось из лапы, как когтя смерти, я помню. Так, ну что, кучно легли. Крышка, патрон, стимулятор. Рейдерская броня для туловища. Капюшон с ремёшком, кожаная одежда в очко себе засунь. Сварная... О, сварная рейдерская броня для левой ноги. Это, наверное, круто. Гладкоствольный пистолет. Патрон. Ломик. О! Ключ от склада к оверге. Удобный, тяжёлый, гладкоствольный пистолет. Это, наверное, круто. Рейдерская броня для туловища. Для правой ноги, для левой руки. Протупия. Тупи сам в своей протупии. Патрон. 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 О, стимулятор. Коктейль молотого. Ну что, надо броню, наверное, на место вернуть, я так понимаю. Смотрите, тут даже скорость в броне есть. Офигенно. Или что-то падает. АП. Выносливость, наверное. Да, интерфейс для брони, это круто. Броню переделали в мощно, конечно. Вот бы мне её оставили. Хотя, в чём был бы смысл игры тогда здесь вообще? Да, только моя собака чуть не погибла. За это кому-то придётся сейчас заплатить своей чёрной задницей, которая нихрена не могла прикрыть нас из своей... Из своей гауссовской винтовки, чёрт бы тебя набрал. Мы не друзья. Это взаимно. Мы не друзья, ты же чёрный. Я из тех времён, когда вы у нас бананы собирали. 180 лет назад. Половина его слов осталась без субтитров. Он сказал, что теперь я могу тебе сказать спасибо. Что случилось сейчас? Уже очень давно матушку Мёрфи посещает видение места под названием Сен-Ч-Ку-Кучу-Блядь-Похеру. Какое-то мёртвое поселение. Может, пойдёшь с нами? Мне бы очень пригодилась твоя помощь. Бля. Говорит с Престоном Грави в Сен-Чу-Ку-Аре. Что я должен сделать? Ты должен быть сильным, как ты был. Господи, да она же... Кальяна обхерачилась, по-моему. С травандосом. Посмотрите на её духотворённое лицо. Пожалуйста, скажи мне. Я хочу знать. Ты человек, который из времени. Слышь hope. Ты должен быть сильным. Да вы все, цыганки, всем одно и то же говорить. Где мой сын? Где Шаан? Ох, я желаю, что я знала, сын. Я действительно знаю. Но это не как, чтобы я видела твоего сына. Я просто... чувствую его жизнь, его энергия. Он там. И даже я не нужна сеть, чтобы рассказать вам, где ты должен начать. Великий Зелёный Самоцвет Содружества, Даймонд Сити. Самое большое поселение в округе. Что там в этой Даймонд Сити? Шон там? Послушай, я уже задолбалась. Может, потом принесёшь мне препаратов для лучшего видения. Психо, бафут. Химия на вас убьёт. Так что делать-то? Мы идём куда-то или что? В чём суть задания-то? Я чё-то провафлил. О, нихрена тут пип-бой прям в шлем встроен. Ёб твою мать. Вот это да. Карта. Убежище. Санчуари. Переместиться в выбранную точку. Стэн, как разве... Я... Задание. Поговорить с Престоном. Поговорить. Значит, переместимся. Ах ты, ёб твою мать. Поставить метку, значит. Ну, короче, мне оставили броню и миниган. Что ещё для счастья надо? Я поражаюсь вообще. Это как-то... Я не знаю. Даже, как сказать, это как-то не по-фаллаутовски, что ли. То есть, только вышел, вот тебе броня, вот тебе миниган. Нагибай. Нагибай, братишка. Хреначих. Фуфломицин какой-то вообще. Эта миссия меня расстраивает, честно говоря. Это какая-то бородища. Ну, ей-богу. Блин, не знаю. Может, у кого-то какое-то другое мнение. Но если вам, не знаю, лет 10, то... О, круто! Мне дали лучшую броню игры. В самом начале. Как классно. Когда мне было 10 лет, я тоже с читами бывалого игры поигрывал. И это было круто. Нагибаешь там всех. Но смысл-то в чём? О, ядеркола последняя. А может, прорядить ваши дружные ряды из этой пушечки, а? Слушай, чуваки, вы можете быстрее ходить? Потому что, ну, вы очень долгий. О, фонарь какой у него устроен в эту штуку. Охрененно. Да, давай, застрянем в машине, твою мать, блядь. Постоим на месте. Ты что, охренел, что ли? Ослина, ёпт. Давай я тебя подвину, тебя, блядь, чтобы ты шёл. Я тебя буду подталкивать, хочешь? А, это невозможно. Тогда я в разведку. Где этот город? О, мы будем проходить мимо моего убежища. Так не надо за ними идти или нет? Я ни хера не понимаю, в чём задача-то. Инфа. Поговорить с Престоном. А Престон это ты? Извините. По-моему, ты лучше идти в Даймонд-Сити. Ага. А, так они сами туда дойдут. Понятно. Блядь, уплю. Я и думаю, что невозможно. А где Даймонд-Сити? А, ну вот там, ниже. Да ну нах. Слушайте, я хочу дойти до Красной Ракеты и попытаться починить свою броню. Я видел, что он вешает свою броню на полку. И может её то ли апгрейдить, то ли. Детёныш Гнуса. Сейчас его Рекс трахнет, наверное, нет? Нет, у Рекса реакция как, блин. Как у эстонского шахматиста. Давай, выжмем, сука, всю скорость из этой броньки. Что-то не так с ногами, по-моему, у этой брони. Походка полного дебила. А, ядерный блок брони разряжен. Вот так-то. Её, видимо, надо будет время от времени вешать на полку, потом забирать. Ну, мастерская и что? Сортировать, сохранить весь хлам, смотреть, взять всё, табыть. Что-то я ни хрена не понял, как это работает. А, вот как это работает. Упс. Понятно, значит, нужен ядерный блок. Сейчас, сейчас, это, 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 это сложно. Всё надо забрать, теперь одеть и выйти разом из этой брони. Как её ремонтировать? А где я могу снять свою броню? По-моему, на картинках она всегда была подвешена. Да пошла она в задницу, короче, это броня, я ни хрена не понимаю. Выбросить, выбросить. Пусть здесь полежит, значит, так. Левая нога, сварная броня для левой ноги. О, вот это даже круче. У меня где-то, по-моему, ещё кожаная броня для туловища. Вот, вот так должен, чувак, в начале игры выглядеть. Так, а теперь что модифицировать? Ну, видите, да, что опять ни на что у меня не хватает этих, блин, грибаных. Так, надо за кадром повозиться, потому что надо разобраться с этим говнищем. Ни хрена не понимаю, блин, где брать эти запчасти. А, короче, понятно, видимо, можно в этой игре действительно собирать из рейдеров всё барахло и разбирать его здесь на запчасти. Это, наверное, единственный вариант. Раздобыть нужное количество предметов для апгрейдов. Какие-то болты, гайки, всё нужно барахлить. Вот, броню я выложил, миниган я тоже выложил, всё оставил, всё оставлю здесь, потом вернусь когда-нибудь заберу. Если в этом будет нужда, конечно. Дикий мудофрукт. Мудофрукт. Ну, сейчас, я думаю, что на полдороги к Даймон-Сити эта серия закончится, потому что идти туда просто очень долго. Ред Рокет, я так понимаю, это первый дом пока что главного героя. Ну, довольно странно получается, а как здесь пользоваться этой бронёй, если постоянно нужно менять в ней батареи? Это значит, что эта броня будет использоваться, видимо, только для спецмиссий каких-то, а в остальное время надо искать какую-то обычную броню крепкую. Военную, там, довоенную, рейдерскую, может даже. О, подожди, у меня очки здоровья на исходе. О, квантовая ядер-кола лечит всё, давай. А, то есть, стимулятор-то я на собаку потратил. Слушайте, а в Даймон-Сити быстрого перемещения, интересно, нет? Вы ещё не были в этом месте. Да. Ну, понятно, вот регулярно во всех частях так было, что тебя вначале встречают, дают какую-нибудь пробную миссию, простенькую, и отправляют тебя в дальние края, иди и путешествуй. Но ни разу не давали, конечно, блин, силовую броню и миниган при этом. Странно, кто-то развёл костёр и не стал тут сидеть. Ментаты. Так, это у меня всё есть, что ещё? Бурбончик. О, побухиваем, баф, вот стимулятор. Одекол, ну это от аллергии, наверное, или от печени? Одекол. А, одеколон, наверное, не дописали. Одекол. О, ещё одна мастерская. Видимо, что тут главный герой может каждую мастерскую под... Субтитров почему-то нет. Ты знаешь, что этот шумик сделал для моего парня? Он купил их в Барринске, Труди. Это не нашу право, если он подкрикал. Не сделай мне вон и выстрелить эту маленькую трейдинг-посту. Это плохой парень. Воу-воу, easy there, болт-бой. М-м-м. Я зачем к ним сзади подкрадывался, чтобы он с ними разговаривать начал? Видишь, как дерьмово. Блять. Рекс, помогай. Вы получили ранение в голову. У меня отличное зрение. А вот у этого чувака сейчас зрение явно не то. Ага. А вот и... А, это друг. И это друг. Сука. Точно зрение повредил. Бори её, мальчик, давай. Рви её нахрен. На флаг. Короткий гладкоствольный с затвором. Тейка, что у меня осталось в наследство от этого дебила? Где он помер? Я же его где-то здесь завалил. Ни кровинки, ни пылинки. Бля, куда он делся-то? Интересно, а в пип-бой не сажается батарейка? Сахарные бомбы, рулет. Кожаная броня для левой ноги, левой руки плюс. Отлично. Дайте-ка я нахлобучу всё это. Предметы, одежда. Кожаная броня для левой руки. Сварная рейдерская броня. Всё нормально. Для правой руки. Всё, в следующей мастерской надо будет всё это развалить, разобрать. Динер-динер. Закусочная. Я им помог, но брать мне здесь ничего нельзя, да? О, Патрик, да ты мой брат-близнец, судя по твоему... По твоей хлеборезке. Сто крышек. И новый уровень. Да, это будет take my son a while to get off the chems, but we'll make it. We always do. Now let's get back to business. You need anything for the road? Да ты мамка-героиня. I've got a few minutes to browse. A little bit of everything. Так, у Труди есть пистолеты, патроны, патроны, антирадин. Вот это мне... Подожди, это что цена? 208 крышек за антирадин. Да ты рехнулась, старая. О, бесшумный гладкоствольный затвором. Стоит дешевле, чем антирадин. Так, а ей-то что можно продать? Зубы кротокрыса интересуют. Короткий гладкоствольный затвором. Лапа когтя смерти. Может, бандан? Ладно. Извините, обойдусь. Без ваших. Завалить бы её, да забрать всё себе. Чё с ней нянчиться? Ладно, я думаю, на этом можно серию закончить. В принципе, это было всё довольно странно. Опять же, повторюсь, что давать в начале игры силовую броню и миниган, пусть даже для задания, это довольно странный ход. Пюре быстрого приготовления. Да, тут хилки просто на каждом углу. Можно было, видимо, помочь бандосам и завалить труди. Тогда бы всё это стало моим. Поздно, я об этом подумал. Ладно, пишите, жмите.